В руках помпоны, а на лице улыбка. Чирлидеры, девочки, девушки, умело сочетающие в своем ремесле танцы, акробатику и гимнастику. Кажется, настало время узнать, чирлидинг это спорт или яркое шоу. Чирлидинг это достаточно увлекательный вид спорта, это прям профессиональный вид спорта. То есть это не мы пришли потанцевать, помахать помпонами. У нас есть свои правила, детям даются разряды, как в любом большом виде спорта. Вообще чирлидинг в 60-х стал популярен в Великобритании изначально. В 70-х он пришел в Соединенные Штаты и уже получил свое полное развитие там. И, соответственно, вот он в 90-х годах был таким каким-то местным видом спорта. И уже к 90-м годам там создалась своя огромная федерация, которая только в 2007 году пришла к нам в Россию. Чирлидинг в России вообще появился в 2007 году официально. И многие еще до этого начинали этим заниматься, развивать все это. Многие в самом 2007 году уже начали этим заниматься. То есть посчитайте, да, сколько с 2007 года прошло лет. И вот такие старые федерации, они, конечно же, очень уже крупные. У них и финансирование, и господдержка, и у них большие залы. У них огромное количество детей, огромное количество высококвалифицированных тренеров, судей. В общем, это все очень сильно развито. Даже в той же самой области, что Самара. Поэтому это все очень грандиозно по России. В Ульяновске это, к сожалению, вот только-только мы начали зарождать. Сейчас стремимся к чему-то большему. У нас девочки уже выезжают на соревнования, уже занимают места. Мы уже стали победителями последнего фестиваля чирлидинга, чирспорта, который прошел в Самаре. Наша Ульяновская федерация существует еще пока только два года, половину из которых мы просидели на карантине. Мы, конечно, пытались делать все максимально возможное, чтобы не забросить наших детей. Но, сами понимаем, да, карантинные меры какие были жесткие. Мы сидели на онлайн-обучении, проводили онлайн-тренировки. Это все было безумно тяжело как для тренеров, так и для детей. Потому что, ну, сами, наверное, вы понимаете, что танцы по видеокамере, ну, это не танцы. Мы сейчас планируем выводить чирлидинг на Олимпиаду. То есть скоро, я думаю, что это уже будет прям олимпийским видом спорта. Основная вообще цель и функция чирлидинга. Ну, основная цель и функция чирлидинга, наверное, сейчас, это все-таки как любого другого спорта, да, поддержание физического здоровья и развитие людей, самореализация людей. Вот. Изначально это, конечно же, были просто группы поддержки, поддержать своих команды, своих футболистов, своих там, баскетболистов, еще кого-то, да, выйти с помпонами, чтобы они хорошо выступили, чтобы им было приятно. И в этом заключается основная цель чирлидинга. В общем-то, и сейчас есть, существует группа поддержки просто, которая, опять же, ориентируется только на поддержание своих команд. Вот. И у них свои цели, да, у нас в спорте свои цели. Там есть подразделение. Я вот считала, что есть просто чир, как раз-таки есть чир-дэнс. Познакомь меня и наших телезрителей, какие вообще бывают разновидности и в чем их отличие. Ну, вообще чирлидинг делится на чирстанты и чирперформанс. Чирстант – это вот как раз, наверное, которое самое популярное направление чирлидинга, где девочек выкидывают наверх, они там крутят классные там сальто-пируэты наверху, да, стоят, выводят там разные позировки красивые. Вот. Это чирстант. Это вот именно спорт. Есть чирперформанс. Это вот как раз, как ты говоришь, дэнс. Там танцевальное направление несколько. Там есть чирфристайл. Это вот как девочки у нас с помпонами. Есть чирджаз. Это вот вы сегодня девочку снимали сольно. Которая без помпонов, там более это все лирично, больше методики, больше классики, контемп, модерн. Там, в общем, вот такие вот стили смешанные. Есть чир-хип-хоп. Это все направления современного уличного танца смешанные вместе. То есть там ребята танцуют и хип-хоп, и вок, и джаз-фанк, и паппинг, и таттинг. И все вот эти вот различные направления современного танца. Они все вместе в кучу смешиваются, получаются красивые постановки. Вот. Еще бывает полно подразделений, например, баттен-тверлинг. Вот. Вот у них есть вот этот вот сам снаряд, баттен называется. И девочки, вот если сравнить по аналогии, то это вот как фаер-шоу вы видели, где они там с палками, да, с огненными. Вот это то же самое, только без огня. В общем, девочки выходят, там же у них тоже своя команда, и все вот с этими вот баттенами. И подкидывают, вертят, в общем-то, тоже все очень красиво, это все тоже относится к чирлидингу. Вот скажи, самые престижные соревнования для чирлидеров? Нет, ну само собой это всемирные соревнования. То есть когда мы уже выезжаем куда-то за границу, в Орландо у нас недавно девочки российские выиграли первое место. Прям вообще была очень огромная победа. Вот, то есть уровень России на соревнованиях на всемирных, он не хуже, чем уровень других стран, да. Несмотря на то, что в России это, наверное, одна из самых молодых вообще федераций основной, ну вот я уже говорила, в 2007 году всего лишь, по сравнению с остальными, да. То есть мы вообще славимся, что у нас очень сильные спортсмены, по сравнению с Китаем даже, да. В Китае очень сильные ребята, они очень хорошо тренируются, у них все тренировки, но все равно очень часто выигрывают именно российские спортсмены. Начать готовить программу на международные соревнования чирлидеры могут за год, а то и за полтора. Каждый номер – это специальный набор спортивных и акробатических элементов. На состязаниях учитываются синхронность, артистизм и качество выполненных трюков. В чирлидинге есть свои правила, которые обязательно должны соблюдаться. Это очень сильно зависит от того, какое направление мы рассматриваем. Если мы берем чирфристайл, когда девочки танцуют с помпонами, им очень важны положения рук специфичные. То есть не как в классике, да, в классическом танце, это там первая, вторая, третья позиции, держи, ты как хочешь. Нет, у нас там свои позиции. Это из американской тоже школы все к нам пришло, там где хай-вит, тачдаун, вот эти вот все позиции. У нас должно быть все четко, жестко. Как я объясняю детям, в каждой позиции вас должны успеть сфоткать. Если вас не успевают сфоткать, да, вы размазали позу, то, соответственно, нам за это баллы снижают. У нас должны быть четкие, красивые прыжки тоже, чтобы каждый прыжок был по своему правилу. У нас должна быть натянутая. То есть если ребенок выйдет, да, расслабится вот так вот, скукожится и сделает, соответственно, всю программу так, ну, соответственно, нам как бы за это тоже баллов не добавят. У нас артистичность тоже, за артистичность баллы добавляют. За перестроение, за рисунки, за синхронность, за постановку. В общем, там очень-очень много у нас критериев. Всего в оценочном листе мы можем получить 100 баллов, и вот там каждая группа критериев, она оценивается в 10 баллов. У нас есть запрещенные элементы, которые мы не можем делать, да, нас тоже могут за это дисквалифицировать. Вот. Еще мы не можем останавливаться во время выступления. То есть если, например, мы работаем в программу, да, на соревнованиях, девочка что-то забыла, ушла с танцплощадки, да, там расплакалась, предположим, все, это дисквалификация. То есть нас уже 100% нам не позволят перевыступить. Если у нас остановилась музыка также, и у нас остановилась музыка, остановились дети, это тоже дисквалификация. Вот. То есть даже если у нас останавливается музыка, мы должны доработать программу, потом уже, возможно, да, если мы подойдем, попросим, то нам разрешат это переделать. Но если мы остановились, все, нам уже никто ничего не разрешит, это уже точная дисквалификация. Жесткость и строгость черлидинки также применимы к сценическим образом и костюмам. Вид должен быть опрятным, волосы собраны. Однако приветствуются замысловатые косички и хвосты На лице в меру яркий макияж Форма сдержанная, но красивая Если это, к примеру, шорты, то не ниже изгиба бедра Исключаются декольте и капроновые колготки За это могут дисквалифицировать А что на ногах в основном? То есть это какие-то кроссовки или балетки? Ну это опять же зависит от вида спорта Станты и хип-хоп, они танцуют в кроссовках Вот Там уже тоже у хип-хопа кто во что гораздо Хотите клеить одно, хотите другое Там как-то пару раз выступали ребята со светящейся подошвой Вот эти вот кроссовки тоже Это все красиво и эффектно, соответственно им за эффектность добавляют баллы Чир-фристайл и чир-джаз Они выступают только В получешках гимнастических Вот, и причем только кожаных У нас не допускаются носочного типа, которые тканевые А вот активно использовать помпоны Чирлиндеры начали в 30-х годах Прошлого столетия Этот атрибут и сегодня остается главной визитной карточкой спорта Ну мы стараемся использовать помпоны гантелями Которые удобно держать в руках И удобнее, как это правильно сказать Следить за положениями руки Размер помпонов, еще что-то Это зависит только от клуба Кому с чем больше нравится Вот, но у нас вот такие вот Да, мы их заказываем На заказ мы их делаем Вот То есть делаются они на заказ Привозим, да, привозим, да, из других городов Ну тоже цвета и прочее Это вот чисто зависит от команды Кому как интересно, кому как удобно То есть у вас и акробатика, и хореография, да, и танцы Вообще, как строятся сами тренировки? Я так поняла, вот, например, на сегодняшнем, да, то есть сегодня вы там отрабатываете хореографию Как вообще это все происходит? Как это все сочетается в итоге? Ну, я стараюсь распределять между тренировками Распределять нагрузку детям Чтобы они в один день занимались одним, в другой день другим Соответственно, когда мы готовимся, например, к соревнованиям, да, или выступлениям, выезда Мы больше делаем упор на отработку номера Нежели на, например, да, на физуху Что значит там ОФП с ФП Если мы не готовимся, то, например, вот у меня один день в неделю Он четко идет ОФП с ФП То есть вот мы там качаем мышцы, там, пресса, спину, ноги Все это закачиваем Все это тоже идет через специфику вида спорта То есть это не просто там покачать пресс Это покачать пресс к одной ноге, ко второй, к двум В раскрытии, здесь подержать ножки в уголке Вот, здесь тоже пособирать, чтобы все мышцы, которые у нас должны быть задействованы на прыжках, да, на акробатике Чтобы они здесь хорошо прорабатывались Следующее занятие я могу отрабатывать с ними отдельно, например, вращение Потому что вращение в чирлидинге это тоже очень важно Многие девочки вращают Вращают очень много, вставляют Если этого вставлено мало, нам могут сделать замечания Почему так мало вращений? То есть вокруг своей оси, что ли, получается или вообще в целом? Ну, вообще в целом Ну, соответственно, чем больше мы вращаем, тем лучше Как с акробатикой Чем больше у нас акробатики, тем лучше Чем больше у нас позиций рук, тем лучше, да Чем больше мы вообще напихаем в программу, тем будет программа лучше Ну, соответственно, это все должно быть, конечно, красиво отработано И поставлено не абы как Все тоже по правилам Вот, очень у нас ценятся перемещения по площадке То есть чтобы, например, дети не стояли всю хореографию на одном месте, да А вот прям буквально у них каждая секунда идет какое-то перемещение И чем больше этих перемещений, соответственно, тем это визуальнее смотрится, красивее, да И в целом То есть, я так понимаю, все-таки лучше в червилин приходить с детства, да То есть вот я вот в основном смотрю детские группы, да То есть, так сказать, взращивать с нуля, да В любой вид спорта лучше приходить с детства Вообще в любое, мне кажется, занятие лучше приходить с детства Чем больше времени и сил ты этому уделяешь, тем лучше Ну и как бы, конечно, все-таки у нас не просто, да, бег Который все-таки нужно там какую-то только выносливость выработать Вот Нам нужна растяжка А дети младшего возраста, они мягче У них еще не сформированы до конца, да, суставы, мышцы И, соответственно, их легче растянуть Их легче там закачать, нежели взрослых девочек Мы набираем, да, детей с 4 лет Вот, стараемся как бы Ну, если приходят младшие дети Как бы это хорошо, просто с ними тяжелее работать На большие соревнования вывозят молодые люди до 24 лет То есть 24 года Это не сказать, что это край, когда ты уходишь из спорта Да, но ты заканчиваешь с прям грандиозно большим спортом Затем ты можешь уйти уже, например, там в какие-то другие группы поддержки Также выезжать на соревнования, но это уже будет не крупный большой спорт А вот, ну, группа поддержки, грубо говоря Есть даже специальные фестивали для чермамочек В них принимают участие родители, чьи дети занимаются черспортом А что, удобно Отвела дочурку, позанималась сама Черлидеры – это командный вид спорта Насколько я понимаю, вот расскажи вообще, как формируются такие команды Сколько вообще должно быть человек в команде? Вот мы видели сольное выступление И наверняка у черлидеров есть самый главный лидер Как вообще происходит взаимодействие в команде? Может быть, есть какие-то фишки в нашем регионе? Как вот сплотить коллектив? Ну, сплочение коллектива – это как в любой педагогической деятельности это происходит В основном я формирую команды по уровню подготовки детей То есть, если я вижу, что команда сильная, что ребенок сильный, да Он опережает, например, свой возраст Я могу перевести в команду посильнее, там еще что-то Но вообще у нас из-за того, что сейчас очень мало детей Мы не можем пока их вывозить одной большой командой Потому что на площадку вывозятся команды от 16 человек Это нужно мне 16 человек одного возраста и одного уровня подготовки Вот, поэтому мы стараемся детей сейчас вывозить в двойках Чтобы они тоже могли в будущем получать разряды Разряды у нас в соревнованиях получаются либо двойки, либо группы То есть мы не можем сольно получить разряд Поэтому сольников мы вывозим, но вот, которые дети только начинают Мало кто знает, но у истоков чирлидинга стоят мужчины Именно представители сильного пола, будучи активными болельщиками Размахивали помпонами вплоть до 40-х годов прошлого столетия Женщины появились в командах с началом Второй мировой войны Когда мужчины ушли на фронт Постепенно чирлидинг менялся В него добавили повороты и закручивания А группы поддержки стали смешанными Мужчины выполняли основные элементы, а девушки танцевали У нас вообще нет подразделений, например, только на команду девушек и на команду парней У нас есть, например, ну это по возрастам в основном идет Например, мальчики-девочки Вот И в этих командах могут выступать как только девочки, так только мальчики И смешанные мальчики-девочки То есть смешанные группы, они очень, да, очень популярны Мы стараемся тоже приводить в наш спорт мальчиков Но мальчики, они в основном все сосредоточены вот именно на стантах Где нужно выбрасывать наверх еще что-то, потому что им нужна огромная физическая сила И все-таки почему-то у нас еще пока считается, что танцевать с помпонами мальчикам нельзя Да, такие вот немножко стереотипы есть у родителей Вот, хотя в больших городах тоже такая практика есть, где мальчики выходят с помпонами Также прекрасно танцуют, выступают, зарабатывают награды Достигают огромных высот, потом уходят либо там тренировать, да Либо уходят в какую-то другую сферу деятельности Абсолютно им эти помпоны в руках никак не мешают Наоборот, только дают еще больше развития Парни, вы обладали сыновей с помпонами танцевать? Никто Стереотип Стереотип Чирлидинг – травмоопасный вид спорта Ушибы и синяки чуть ли не постоянные спутники спортсменов А у тех, кто занимается чирстантом, нередко встречаются переломы Да, летать из поддержек с большой высоты весьма небезопасно В гимнастике, я знаю, очень часто девочки сидят на каких-то диетах, да Там изнуряющих, вот в чирлидерстве, в чирлидинге Есть такая практика, что вы сидите на каких-то диетах В чем-то себя ограничиваете вообще, в чем-то себя ограничиваете? Ну, как сказать, абсолютно нет Нет, то есть у нас нет, да, девочек, которые вот такие худые, у которых там вместо рук спичечки того и глядишь, вот она сейчас сломается Нет, чирлидеры есть в абсолютно любых весовых категориях, особенно если брать, например, да, американок У них там сейчас в целом бодипозитив более развит, нежели в России И у них вообще, то есть там прям такие большие помпушки могут выступать Я все-таки стараюсь своих детей, ну, чтобы они придерживали диеты Не диеты, диеты это вообще неправильное слово, правильного питания, вот Чтобы они кушали правильно, чтобы они кушали каши, чтобы они там еще что-то кушали Ну, хотят они сладко эту булочку слопать, ну, кушай ты эту булочку, да Ну, не наседай на них, вот Ну, часто вообще девочки на тренировках плачут, там, то, что не могу, больно Мы так просто посмотрели, ты так достаточно строго ведешь, тренировки, прям с тобой не забалуешь То есть, ну, вообще часто вот в этом спорте девочки плачут или все настолько сильные И остается место женственности какой-нибудь Само собой, ну, я не могу сказать за других тренеров Вот, но я, да, я считаю себя достаточно строгим тренером, который, не знаю Я работаю по методу кнута и пряника По поводу слез, ну, очень часто плачут маленькие детки Вот, мои взрослые в основном нет У них бывают слезы, знаешь, когда элемент не получается Они очень сильно расстраиваются, многие могут расплакаться Но это, как бы, тоже не частая практика Это уж просто, если уж совсем такое, да Ну, вот, лично я выросла на фильмах, да, американских, наверное, и ты тоже Когда вот эти все девочки такие в коротких юбочках, в коротких топиках И вот это вот все поддержка как раз-таки баскетбольных, футбольных команд Вот те девушки из фильмов, имеют ли что-то общее с нынешним череденьком, скажем так Насколько вот эта поддержка команд не канула в лето и до сих пор это актуально вообще? Ну, вообще, на самом деле, если взять какие-то крупные команды, например, даже там московские, да Может быть, я не знаю, просто другими командами особо не интересовалось В смысле других видов спорта Но очень многих команд есть свои группы поддержки, где девочки выходят между раундами, например, да Танцуют и уходят Вот, потом следующие там, например, они прошли, да И в следующий перерыв они снова выходят, снова танцуют, снова уходят У нас в России в основном это так делается В Америке все-таки еще популярен вот это вот, как ты сейчас сказала, что они стоят на трибунах, кричат кричалки и все вот это вот У них это более вот именно вот так вот идет Вот, но вообще у нас есть также помимо основных вот этих вот соревнований, основных команд У нас есть школьная лига, у нас есть студенческая лига Вот, это, например, мы можем в каком-то университете организовать студенческую лигу В нее будут входить только ребята из этого университета И они будут поддерживать свой университет Они также могут от своего университета выезжать на большие соревнования Представлять свой университет, вот Плюс у нас есть, например, еще корпоративный чирлидинг, который тоже в Ульяновске, кстати, развит. Я с ними, с девочками работала в этом году. Многие компании проводят свои внутренние соревнования, то есть мероприятия для сотрудников. Не просто корпоратив, пойти в ресторан посидеть все вместе, а вот именно такие глобальные, как, например, у кого-то это футбол, у кого-то там это еще что-то. И некоторые компании берут под свое крыло чирлидеров. Три главных качества – профессиональные чирлидерши. Три. Сложно. Но это, наверное, в первую очередь, конечно, дисциплинированность. Тебе нужно приходить регулярно на тренировки, да, тебе нужно слушать своего тренера, еще что-то. Плюс, наверное, танцевальность, потому что если ты придешь в большой спорт и не будешь уметь танцевать, да, как-то проявлять себя, то это будет плохо. А если мы говорим про большой спорт, то это как в любом другом большом спорте. Вот. Те же самые, например, да, закачка мышц, вот я могу сказать, потому что это обязательно, потому что без этого мы не уедем, вот. Сколько элементов существует? Мне кажется, их бесчислено множество, потому что все соединяется, получается, танцы, да, гимнастика. Вообще, ну, хоть приблизительное, приблизительное количество. Я даже, честно говоря, приблизительное количество сказать не могу, потому что это, правда, огромное количество. Если это брать прыжки, у нас есть, конечно, основные HR-прыжки, да, но мы не можем, например, не добавлять другие. Если мы берем положение рук, то у нас есть тоже жесткие положения рук, но при этом они могут варьироваться между друг другом, и тоже это получается, да, там какие-то другие вещи. Про акробатику тут вообще говорить нечего, потому что акробатика, она каждый день придумывается какая-то новая. Там сначала люди могли там делать только колесо, да, потом они там начали делать перевороты, потом они начали стоять на голове, стоять на руках, делать сальто и прочее, прочее, прочее. И тоже там в поперечных сальто, и вот ты заканчиваешь, ну, как угодно. Понятно. В общем, миллион. Да, всего этого не пересчитать. Музыка в чирлидинге, как правило, динамичная и обязательно соответствует возрасту спортсменов. Это на случай, если на площадке выступают дети под иностранную песню, содержание которой в переводе на русский идет с пометкой 18+. Так, я предлагаю нам с тобой сегодня выучить небольшую танцевальную связку, буквально две восьмерки. Только предупреждаю, я туплю. Ничего страшного, будем ее делать. Медленно и много раз, я полагаю. Сейчас давай сначала мы разберем с тобой основные позиции рук в чирлидинге. Вот, как я уже говорила, это должно быть все резко, точно и жестко, да. Самая первая позиция у нас будет, называется, low x, нижний x. Руки у нас скрещиваются, обязательно большие пальцы, да, смотрят вперед. А еще понять за этими пампушками, где большие пальцы. Ну, визуально ты же ощущаешь, где у тебя большой пальцы, да, чтобы вот так вот они смотрели. Нет, просто вдруг, если на соревновании судьи смотришь, что ли, не смотрят, ага, вот. Так, дальше. А кисти соприкасаются или нет? Ну, нет, они не должны соприкасаться. Это должно визуально выглядеть, как буква x. То есть, он поэтому называется, да, low x. Затем мы убираем руки вниз, да, и прижимаем их к бедрам. Да, тоже большие пальцы, большие, галенькие, как мы это детям говорим. Они смотрят вперед. Положение называется clean. Как? Clean. Clean. Это как в английский clean, в котором чистота. Вот, чистая позиция, да. Кикс чистый. Потом помпоны убираем к себе, да, обязательно следим, да, чтобы они не вот так вот разваливались, а были воткнуты в себя, локтик прижатым. Называется положение кинжала. Ага. То есть, мы уже знаем, да, x, прямо кинжала, да. Теперь правую руку мы поднимаем наверх, лево опускаем вниз. Верхняя позиция, вот эта вот, если мы делаем двумя руками, она называется верхний тачдаун. Вот. Ну, здесь, соответственно, тачдаун, здесь у нас x. Ой, господи, клин. Клин, все. У нас получается раз, два, три, четыре. Теперь мы руки переводим через круг и собираем друг на друге. Да. А как на апарте? Да, да. Вот так вот. Мизинцы смотрят вперед. Ага. Это положение джинни называется. Джинни? Джинни. Как имя? Джинни. Ага. Вот. Дальше мы будем делать тан-тан-тан. Да. Затем выводим руки вперед. Это называется подсвечники положения. Ага. Потом опускаем снова в клин. Поднимаем через волну. Опускаем обратно. И будем поднимать руки отсюда с клина снова наверх. Да, здесь мы смотрели, чтобы у нас смотрели большие пальцы наверх. Это называется... Рогалики, да, ты говорила. Да, большие рогалики. Это называется хай-ви позиция. Хай-ви. Верхний вид. Да, у нас есть лоу-ви, есть хай-ви. Лоу-ви, хай-ви. Да. Номер в чирлидинге в среднем длится не больше 1 минуты 15 секунд, если это сольное или парное выступление. Выступление в группе на минуту больше. 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, по второй позиции, 3 и 4. Теперь удар вперед, 1, опускаемся вниз, 2, с руками поворачиваемся, 3, поднимаемся, 4, подставляем ногу и отсюда прыжок. 1, 2, этот прыжок называется стрэдл. Стрэдл? Стрэдл. Он выглядит как звездочка. То есть мы руки раскрываем, вот как я уже говорила, да, в хай-ви. Ноги раскрываются в нижней диагонали. А потом мы повторили танцевальную связку еще раз, прибавив темп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Право остались, право остались на бедре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, подставили ногу, 7, 8. Ли, ну ничего, нормально вроде для первого-то раза, да? Еще раз. Неудачные дубли тоже были. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не надо всегда же улыбаться, да? Правильно? Конечно, стараться. Все, что, в общем, что бы ни происходило, нужно улыбаться. У черстантов во время выступлений приняты кричалки. Еще кроме помпонов, в руках у них могут быть мегафоны и плакаты. В поддержке любимой команды все средства хороши. У некоторых черлидерских команд есть небольшой ритуал. Вместе с собой на соревнования они привозят небольшую мягкую игрушку в качестве талисмана. На удачу! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!